Звание Героя Советского Союза В маленьком населенном пункте со странным названием «Учхоз» неподалеку от Гатчины стоит памятник танкистам. Уже не один год здесь собираются совершенно разные люди. Поисковики и байкеры, белорусские спортсмены и, конечно, ветераны войны. Все они считают, что подвиг танкистов не оценен по заслугам и что справедливость должна быть восстановлена. Они борются за то, чтобы наградить экипаж танка КВ-1 званием Героев России. Посмертно. Владимир Мельников – последний оставшийся в живых из роты Колобанова. Он знает, как это было. Я вам всем очень признателен за то, что вы не забываете о таком знаменательном событии. Потому что событие – это действительно не рядовое, а событие, которое никто не повторил больше во всем мире. И никаких фантазий по этому поводу, было это или не было, быть не может. 1941 год, август. Прорвав Лужский рубеж, группы армий «Север» начинают наступление на Ленинград. Оно ведется в трех направлениях – Вырица, Новгород и Гатчина. Кратчайший путь через Красногвардейск, так называется в то время Гатчина. Основные наши силы в этот момент – 1-я краснознаменная танковая дивизия под командованием генерал-майора Виктора Баранова. Командир понимает, главное сейчас – сдержать продвижение противника, выиграть время, чтобы завершить строительство Красногвардейского укрепрайона и Пулковского рубежа. Возможные пути подхода немцев – Волосовская, Кингисепская и Лужская дороги. Перекрыть их Баранов поручает старшему лейтенанту Зиновию Колобанову. Когда узнал Колобанова и был в его роте, я удивлялся, что вдруг среди наших офицеров такой корректный, интеллигентный. Я от него не слыхал ни одного плохого слова. И он был умница. Не случайно генерал Баранов именно Зиновию Колобанову доверил эту ответственную операцию. Колобанов – опытный танкист. У него за плечами Орловское бронетанковое училище имени Фрунзе, которое он окончил с отличием, участие в финской войне. Тогда Колобанов первым подошел к линиям Энергейма, трижды горел в танке. Во время финской кампании Зиновий Григорьевич был капитаном, но затем его понизили в звании. Почему так произошло, дело темное. По одной из версий, у отважного танкиста произошел конфликт с работниками НКВД. Как бы то ни было, в Великую Отечественную Колобанов вступил старшим лейтенантом. В 41-м в его роте пять тяжелых КВ-1. Колобанов лично принимал их на Кировском заводе. Климент Ворошилов – уникальная машина. Ее броня достигала 75 мм. Немцы называли этот танк «монстром». Конечно, широкая броня этого танка спасала наших пехотинцев от убийственного огня, пулеметов и автоматов противника. У немцев все-таки нашлось одно противоядие. Это 88-мм зенитки. Поэтому потребовалось дополнительное броня. И вот ставили такие вот бронесчеты, экраны, как их называли. Однако при такой броне тяжелый танк не мог развить большой скорости и лучше всего воевал из укрытия. Поэтому всем пяти экипажам Колобанов приказывает вырыть капониры, открывавшие только башню. Командир танковой роты потратил день, объезжая окрестности, чтобы подобрать наилучшие позиции для своих машин. Он провел серьезную разведку всей местности. Нашел, где можно замаскировать, закопать танки. И только поэтому, когда немцы сунулись по Лужскому шоссе, там получили 8 потерянных танков. Пошли по Кингисепскому и еще 5 потеряли. И они вынуждены были выйти на эту дорогу. Колобанов так расставил свои танки. Два на Лужском шоссе, два на Кингисепском. А сам выбрал позицию на Волосовском направлении около деревни Войсковицы. И этим перекрыл все возможные пути продвижения противника. Талантливый стратег Колобанов заставил немцев играть по своим правилам. Танк Колобанова располагался примерно здесь. Здесь сейчас, может быть, это незаметно, была небольшая высотка, поросшая лесом. И он как раз выбрал себе такую позицию напротив Т-образного перекрестка. Сзади, перпендикулярно вот той дороге, на которой мы стоим, и которая шоссе до нашего времени сохранилась, шла проселочная дорога. Она шла с запада на восток. Конечно, за 70 лет местность изменилась. Но в целом можно себе представить картину. Примерно на этом месте стоял замаскированный танк Колобанова. Не тот, что мы видим сейчас. Это ИС, Иосиф Сталин. Он появился на вооружении позже. Но когда в 1983-м решили, наконец, увековечить память героев, КВ уже не удалось найти. Итак, члены экипажа Колобанова зарыли танк в землю. Пристрелялись. Ориентирами были две березы, гусиная ферма. До сих пор сохранились некоторые ее постройки. Сам Колобанов вспоминал, что они даже подкрепились гусем перед боем и стали ждать. Вокруг, по сторонам, были торфяные болота. То есть, в чем и заключается его грамотный расчет выбора позиций. Он был танкистом, прекрасно понимал, что техника по болоту пройти не может, она увязнет. И замысел был, так сказать, до гениального прост. Запереть немцев вот на этом отрезке дороги. Восьмая дивизия генерала Гепнера, которую готовятся встретить наши пять экипажей, имеет в своем составе 150 танков. 20 августа, примерно в 14 часов, Колобанов и его бойцы увидели противника. Прицел он видел абсолютно не готовых к бою немцев. Он рассказывал, что люки танков были открыты, экипажи сидели на броне, вплоть до того, что кто-то играл на губной гармошке, кто-то там жевал бутерброд. Вот, то есть немцы к бою были абсолютно не готовы и просто-напросто он застал их врасплох. Впереди двигалась разведка мотопехоты. Зиновик Колобанов приказывает пропустить ее и ждать, пока появятся танки. 22 боевые машины подошли на перекресток. И только теперь советский КВ открыл огонь. Первыми выстрелами были подбиты головные танки противника, а затем те, что замыкали колонну. Немцы оказались в ловушке. Съехать с дороги они не могли. Им оставалось только огрызаться на прицельные залпы советского танка. Немецкая танковая колонна вытянулась в дефиле по этой дороге. Получилось так, что на расстоянии 200-300 метров немцы были бортами к танку Колобанова. То есть это наиболее удобная позиция — бить противника в бок, в наиболее уязвимые незащищенные места танков. Попытка уничтожить одиночный советский танк ни к чему не привела. Вражеские снаряды один за другим попадали в машину Колобанова, но пробить броню они не могли. Командир изначально был настроен на победу. Неспроста он взял с собой двойной боекомплект. Он ему очень пригодился. Он этого знал, что они сюда выйдут, им некуда деваться. И тут вот он, так сказать, сделал свое дело. И он, и, конечно, безусловно, Андрей Усов, который стрелял. Старший лейтенант Андрей Усов был командиром орудия. За час боя он произвел 98 орудийных выстрелов, подбил и поджег 22 немецких танка. Из его воспоминаний. Вражеские снаряды хоть и не пробивали броню нашего КВ, но производили такой грохот, что казалось, будто по голове бьют кувалдой. Мелкие осколочки металла впивались в руки, в лицо. После боя экипаж насчитал 156 вмятин на своей машине. Всего в этот день рота Колобанова, состоящая из пяти танков, уничтожила 43 машины противника. Экипажи лейтенанта Евдокименко и младшего лейтенанта Дегтяря первыми встретили немцев на Лужском рубеже, записав на свой счет 9 вражеских машин. В этом бою Максим Евдокименко погиб, помогая нашей пехоте выбить фашистов из деревни Большие Черныцы. Младший лейтенант Федор Сергеев уничтожил 8 танков. Танк под командованием лейтенанта Ласточкина подбил две машины противника. Владимир Федорович Мельников – стрелок-радист этого экипажа. Он вспоминает, когда от прямого попадания башню заклинило, экипаж направил свой КВ на таран и вывел из строя еще два немецких танка. Мы на 7 дней остановили немецкое наступление. Вход в Красногвардейск. И на 7 дней задержали всю армаду, которая шла сюда. Это за счет того, что была уничтожена целая дивизия немецких танков. Рота Колобанова продолжала сражаться на подступах к Ленинграду, но в боях на Пушкинском кладбище Зиновий Григорьевич получил тяжелейшее ранение. Два с лишним года он провел в госпитале в Ленинграде, затем по дороге жизни был переправлен на Большую Землю. Говорят, у него там даже была фронтовая любовь с медицинской сестрой. Со своей женой они потеряли друг друга еще в начале войны. Я не знаю, фронтовая любовь, не фронтовая любовь, но любому человеку нужно, чтобы ему помогали, особенно после контузии. То есть там, наверное, была большая помощь и выручка. После войны моя прабабушка Александра по радио, я насколько помню, передача была, нашла прадеда. Вот. И так у нее был сын, совсем маленький, к моменту завершения войны ему было только пять лет, даже четыре года. Вот. Ну и дедушка вернулся к ним прадедушкам. За бой под войсковицами Зиновий Колобанов и Андрей Усов были представлены к награждению званием Героев Советского Союза. Что вполне логично. В любой стране за такой подвиг присваивают высшую награду. Но звезду Героя не дали никому. Почему, можно только гадать. Документов, объясняющих это решение командования, нет. То ли причина в том, что Гатчину все же сдали немцам, то ли аукнулась история с разжалованием Колобанова в финскую войну. В итоге Зиновий Колобанов был награжден орденом Красного Знамени, Андрей Усов – орденом Ленина. Андрей Усов родился в Могилевской губернии и после войны вернулся в родной поселок Толчин. И Зиновий Григорьевич Колобанов военную службу закончил в Белорусском военном округе. В Минске и остался жить вместе со своей семьей. Зиновий Григорьевич похоронен на нашей белорусской земле, на Минском Чижовском кладбище. Он жил в этом районе, работал на Минском автомобильном заводе более 20 лет. Работал мастером АТК. Это ответственная работа. Он любил, знал технику. Наверное, это не случайно. Неудивительно, что командира танка и командира орудия, главных участников того боя, белорусы считают своими земляками. В этом году они присоединились к российским активистам, которые бьются за присвоение танкистам звания Героев России. Подвиг был на территории России, прадед жил в Белоруссии. И по логике должны как-то два государства договариваться, как-то что-то должны делать. Ну, я не знаю. Единственное правильное решение здесь было бы, конечно же, присловить звание Героя Советского Союза. Борцы за правое дело теперь уже из двух стран не собираются сдаваться. Скорее всего, они добьются своего. И танкисты Колобанова получат звезды Героев, пусть и посмертно, но сколько еще подвигов остались без наград, забытии. И они на нашей совести. Продолжение следует...